Всем привет! Это программа Вкус Беседы и мы находимся в ресторане BeMind Grill Bar. А рядом со мной повар этого заведения Максим Литвинов. Макс, привет! Привет! Рыбка! Что за рыбка у нас сегодня? Это палтус, он из семейства Камбаловых, он очень полезный, вкусный. Некалорийный? Некалорийный, да, очень быстро жарится. В принципе, легкое в приготовлении блюда. Маринуем в чем? Как? Маринуется, он получается масло, соевый соус, сок лимона, тимьян, перец. Я понял. А овощи? Овощи гриль, да. Вы маринуете их. Все, что здесь есть. Соль, соевый соус, перец, все. И все опять в хвост. И маслица, да, и в хвост пережарится. Великолепно. Все понятно, спасибо. Занимаем место, следи, чтобы мы не перепутали ничего. А вот и наш гость идет. Доктор философских наук, профессор, декан философского факультета Крымского федерального университета имени Вернадского Олег Аршавирович Габрилиан. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, фартук. А вот такую рыбку сегодня мы на подушечке из овощей будем с вами готовить. Надеюсь, получится так же красиво. Уверен, что получится. В любом случае, усилия мы приложим максимальный для этого. А вопрос первый гостям своим всегда задаю. Умеете ли вы готовить? Готовите ли дома, Олег Аршавирович? Вы знаете, у меня был такой опыт. Я по программе Fullbright был в Штатах долгое время. И все три мои сына были со мной. И проблема готовить была, наверное, первая проблема и главная проблема. Не столько делать исследования, читать лекции, только готовить. Коронным блюдом что у вас уже стало к тому времени? Ну, коронным блюдом любого мужчины. Это я ищусь, наверное. Но детей долго, но я ищусь. Не прокормишь, не продержишь. Поэтому потом все пришлось освоить. Готовить и гречевую кашу, и варить борщ, и всякие рагу. И все самостоятельно, все удалось? Нет, я думаю, что хорошим у меня таким консультантом была супруга. Мы были с ней постоянно на связи. Вот она мне присылала рецепты, а мы с ребятами осваивали. Я думаю, примерно вот такими вот дольками. Таким образом. Я вас помню, Олег Рашавирович, потому что, во-первых, я же выпускник философского факультета, а еще на более мелкие части, да. Я же выпускник философского факультета. И мне запомнилась вот какая фраза из ваших уст, что предметом вашей научной работы может быть все, что угодно. Ты банально зашел в уборную, но скальная живопись от местных аборигенов может стать также поводом для твоей научной работы, вы до сих пор так считаете? Проблема, может быть, буквально жизнь подсказывает, да, вот, вы видите, я пытался припарковаться, подъезжая к кафе и столкнулся с проблемой в защите. И вот проблема, как ее решить? Бросайте сюда. Я думаю, что нужно искать какие-то нестандартные решения, вот. То есть, проблемы, они в жизни, их пополам, разбросанные, присутствуют. Только смотри, бери и решай. Нам нужен этот перчик еще пополам и помидор тоже пополам. Я думаю, вырезать только вот это ненужное. Насколько сейчас молодежь заинтересована в том, чтобы приходить в науку и идет ли она сейчас в науку? Насколько это ей нужно? Вы знаете, если еще лет пять назад была проблема с этим, да, ну, я вот могу точно сказать, что молодежь пошла в науку. У нас, например, на факультете в этом году был просто жесточайший соль, перец, масло, соевый. Конкурс был? Конкурс был, достаточно такой напряженный. То есть, все-таки молодежь видит будущее в науке или вынужденно они приходят к этой мере, как вы думаете? Я думаю, все-таки разные мотивы существуют у разных молодых людей. Я, например, в аспирантуру пришел и закончил ее по одной из причин, чтобы учиться до 27 лет. Кто-то хочет заниматься наукой на время, чтобы не пойти в армию, например, да, но такие буквально единицы. Более того, это же не декларируется, да, просто видишь, как люди относятся. Ну, если вот анализировать, действительно, я имею дело со всеми аспирантами, да, имею дело всех факультетов, всех специальностей. Я могу сказать, что из поступивших, наверное, процентов 30, это ребята, те, которые именно... Видят себя в науке. Для них наука – это призвание. Вы вообще любите готовить на мангале овощи? У нас здесь вместо мангала будет печь наше хоспер. Я думаю, у нас все получится с вами. Овощи на мангале приготовленные я люблю. Но готовить, когда ты имеешь... Когда у тебя три сына, да, наверное, лучше, чтобы они готовили. Но я могу сказать, что два дня назад мне просто захотелось, я вот после работы сделал шашлычок именно и овощи, конечно, помидоры, баклажаны. Вот сейчас у нас что-то вроде этого и получится. Я предлагаю нам прямо сейчас отправиться к хосперу, да и запечь нашу рыбу и овощи. Дать, посмотрим, что получится. Печь хоспер вот наша. Сейчас мы с вами будем пытаться проходить сюда. Будем это все выкладывать. 350 градусов уже здесь. Горячо. Грибочки теперь самое важное и опасное, чтобы выкладывать их аккуратненько. Так, все. Грокколи, да, на потом. Ох, здесь жар, ой, жар. Пускай он будет там, пускай он нас подождет. Хотел поговорить вот о каком периоде ваше время, когда вы преподавали в главнейших вузах мира. В частности, вы говорили об Оксфордском. Нет, не абсолютно. Я был в Гарвардском университете, стажировался в Ельском университете, читал лекции. Был в Нью-Йоркском университете, правда, в городском, по-моему, в Нью-Йоркском университете, потому что Нью-Йорк, город большой, там много университетов. Там я делаю исследования. Есть ли сейчас возможность у наших студентов туда отправиться или нет? Или все-таки некие рамки Крыма тяжело пройти? Ну, в настоящее время вот есть эти рамки, да, санкционные, да. Тем не менее, я думаю, что в ближайшее время мы их преодолеем, потому что есть некоторые, так сказать, основания надеяться на это. Ну, в частности, вот я недавно был в ОБСЕ, тоже думал, что с крымскими данными, да, так сказать... Даже общаться не станут. Да. Тем не менее, мы оказались на площадке ОБСЕ, презентовали Крым, его проблемы, которые нам создают соседнее государство. Ну, вот сейчас мы готовимся выступить на другой площадке, на 73-й генассамблее. Я думаю, что там тоже мы постараемся интересы Крыма, в том числе и наших молодых людей, отстоять. Пожалуйста, вот вам щипчики, будем выкладывать пока что вот сюда. Что касается грантовой системы, насколько она сейчас вообще работает, не работает? Есть ли у студентов возможность выигрывать гранты? Ну, она работает. Надо отдать должное, значит, системе организации науки. Вот в России запущена эта грантовая система, и мне кажется, что достаточно эффективна. Можем вот это оставить, а вот рыбку надо посмотреть. Я думаю, рыбку уже, наверное, можно забирать, да? Шеф говорит, забирай, значит, будем ее аккуратненько забирать. Ненадолго отправить нужно брокколи. А что из последних интересных грантов вас больше всего заинтересовало, о чем можете рассказать? Ну, вот сейчас мы с греческой общиной получили поддержку от Госкомнация Крыма, значит, будем осуществлять проект «Греки. Крымская Эллада». Это книга-альбом, серия большая, которую мы уже последние, наверное, лет 10 осуществляем. Вообще, это большой проект, называется «Крымский мир». И вот мы в рамках этого проекта с коллегами, начинали мы это с Константином Игнатовым, сейчас с коллегами по университету осуществляем, во-первых, энциклопедия «Народов Крыма» была издана, тоже президентский грант был поддержан, и серия книг-альбомов «Армяне Крыма. Десять веков созидания», «Евреи Крыма. Тавриды. Неугасимая свеча», «Немцы Крыма. Дух жизнестойкости», «Болгары. Возвращение к истокам». И это получилась такая вот команда, командная работа и общин, и сотрудников университета. Так, берите тарелочку в руки, я думаю, пора уже доставать все, что у нас здесь пооставалось. Пожалуйста. Это что, потом в наказание нас заставят кушать то, что мы приготовили? Да я не надеюсь, что не в наказание это получится все-таки, а в награду. Есть. Убираем все, что приготовилось. Так, и забираем, забираем, забираем эти овощи и рыбу и уходим доделывать наше блюдо. У нас с вами важная миссия теперь сделать красивую подушку из овощей. Аккуратненько убираем. Я начну, например, с помидорки. Мелко нарезать все эти овощи. Когда приходят сейчас к вам студенты, не знаю, аспиранты, и все-таки приходится мотивировать, занимаетесь ли вы этим или оставляете это все на личное их усмотрение? Ну, не хочешь, значит, это не твое. Ну, во-первых, когда они приходят, они уже мотивированы каким-то образом. И наша задача заключается в том, показать, что их выбор, в общем-то, правильный. Подавляющее большинство остаются, заканчивают аспирантуру. Другое дело, что сейчас требования к защитам очень высокие, нужно время готовиться. А если приходит молодой человек, выбрав тему, ну, довольно сомнительную? Вообще, мне кажется, самое сложное для человека это выбрать ту самую тему научной работы. Как-то вы можете его направить в то русло? Как понять, что ему нужно? В результате бесед, общения с тем бэкграундом, который у него был в университете, потому что часто приходят нам уже из магистратуры, там уже у них свое ведение было, да, научную работу уже надо было написать. Мы интересуемся вообще, что ему интересно, в какой области он себя видит в будущем. Вот все эти вещи позволяют нам, как бы, подобрать ту тему, где, как, то, чем он занимается, может быть применено. Нужно ли это молодежи? Вообще, какие перспективы и зачем сейчас идти в науку? Должно быть призвание, должно быть тебе интересно сказать, что наука будет давать какое-то сумасшедшее благосостояние, нет, но достойное вполне, да. У нас был большой конкурс в этом году, я думаю, он сохранится и на следующий год. Сейчас нам нужно будет выкладывать аккуратненько овощи сюда. Помните? Да, спасибо, что нам нужно будет выкладывать вот так вот вдоль той самой тарелки. Я даже не ожидал, что так аппетитно будет выглядеть. Мы с вами ведь старались в течение всего времени, на протяжении всей этой программы. Я думаю, теперь в арсенале ваших блюд, которые вы будете в случае чего готовить сыновьям, либо любимой супруге. Рыбку я вам даю красивую, мы ее выкладываем вот сюда. Вот. Я бы хотел, чтобы видно было там. Надеюсь, что сыновья не прогадали и сейчас не пожалеют о том, что отпустили родного отца сюда на растерзание кулинарное, я надеюсь, что у нас получилась милая беседа в процессе приготовления и что это блюдо получилось вкусным. Насколько оно получилось вкусным или нет, сейчас узнаем от нашего шефа. Максим, подходи к нам, давай дегустировать блюдо. Расскажу, Олег Рашевирович, что сейчас будет происходить. Максим своим зорким взглядом будет оценивать, во-первых, внешне, эстетически, как выглядит наше блюдо. Очень хорошо, красиво, да, вот такое прям, да. Рыбка красивая. Очень красивая. Овощи красивые. Очень красивые. Все красивое, да? Все красивое. Оценочка по пятибалльной? Пять. Первая пятерка у нас с вами есть, у нас здесь пятибалльная оценка. Очень повезло, да. Давай попробуем теперь, как это все на вкус. Овощи вкусненькие. Да, вкусненькие. Слушай, тогда замечательная передача. Не зря пришли, Олег Рашевирович. Рыба не муляж, ребят. Да. Настоящая. Рыба хорошо приготовилась, да? Вкусная, да. По соли хорошо, маринад хороший. Итого, вторая оценка? Пять. Ну, конечно. Две пятерки? Да. Отлично, Олег Рашевирович, вам спасибо. У нас две пятерки с вами есть. Максу тоже спасибо. Теперь третья оценка у нас будет с вами от телезрителей. В зависимости от того, поставят ли они вам пятерку, в этом месте можете победить и получить еще один интересный подарок от Бимайна. Так что голосуйте все за Олега Рашевировича. Наша программа подошла к концу, встретимся ровно через неделю. Помните, нас интересует не только вкус еды, но и вкус беседы. Пока.